МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе Автопатруль 112. Водитель Паджеро не поделил дорогу с Тойотой Лэнд Крузер. С места аварии водителя Митсубиси забрала скорая помощь. Мотоциклист вылетел под легковушку на столетии. Автокран снес леерное ограждение на улице Борисенко. Во Владивостоке полиция и ФСБ провели спецоперацию «Анаконда». Цель – предотвращение и пресечение транспортировки наркотиков, оружия, других запрещенных предметов. Оперативники проверили более 240 автомобилей и около 500 человек. Иностранцев, оказавшихся в этом потоке, проверили на законность пребывания на территории страны. В итоге правонарушители привлекли к установленной российским законом ответственности. 28 человек будут выдворены из страны. Не поделили полосу. На федеральной трассе рулевой «Тойоты» «Лэнд Крузер» подрезал «Паджеро». В попытке предотвратить столкновение водитель «Паджеро» не справилась с управлением. Джип бросила в сторону. Митсубиси врезался в отбойник и перевернулся. Его рулевую с места аварии забрала скорая помощь. А водитель «Лэнд Крузера» уехал с места происшествия, ведь контакта с другой машиной у него не было. Мотоциклист пострадал в аварии на столетии. Водитель «Тойоты» «Аксио» выезжала с заправки и поворачивала налево. Автоледи убедилась в отсутствии машин и начала движение. Когда ей на перерез выскочил мотоциклист, девушка пыталась оттормозиться, но не успела. Байкер госпитализирован с травмой ноги. Нашкодил и скрылся. Ночью на Борисенко рулевой автокрана врезался в леерное ограждение. Снеся металлическую конструкцию, водитель скрылся с места происшествия. Работы на перекрестке Алиутской и Семеновской затягиваются. Пешеходы пока вынуждены маневрировать между устроематериалами и рабочими. Новый срок завершения работ – конец сентября. Также до конца года здесь будет установлен остановочный павильон. Приморского пола застаспасли сотрудники МЧС. Змея запуталась в ограждении детского сада во Водвостоке и не могла распутаться самостоятельно. После спасения рептилию вернули в привычную среду обитания. Целое утреннее выступление устроил один из жителей Владивостока. Стоял на голове, выполнял зарядку и купался в речке. Все это прямо на асфальте, на автобусной остановке района Второй речки. Как сообщают очевидцы, мужчина живет на улице. В Приморье продолжают ловить самую ядовитую рыбу в мире. Фугу в последнее время стала частым гостем в акватории края. Рыбаки сообщают о ряде находок рядом с большим камнем. А специалисты продолжают напоминать об опасности этих рыб. В Приморье за сутки от воды освободилось 78 придомовых территорий. С начала ликвидации последствий паводка просушен 1641 дом. Откачана вода из подвалов 1421 жилого дома. Организована работа пяти лодочных переправ. Всего в ликвидации последствий ЧАЭС задействованы 750 человек и 177 единиц техники. И немного позитива. Сотрудники ГО и ЧАЭС должны быть готовы ко всему. Так в Чугуевском округе пожарным пришлось вывозить из отрезанного от большой земли поселка Березовка маму с новорожденным ребенком. Оба в целости и сохранности доставлены в Чугуевку. Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Очередность соблюдайте и живите-поживайте. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон, присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе. Субтитры создавал DimaTorzok